Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной и контролируется органами государственной власти, органами местного самоуправления через соответствующие оперативные штабы. За сутки в Республике госпитализировано, как и за прошлые сутки, 69 человек или 6,2% от общего количества выявленных случаев. Сегодня в Республике выявлено 1557 случаев. Необходимо обратить внимание, к сожалению, сохраняется та же тенденция. Хорошо, что в городе Якутске снижается количество новых случаев 44%, но увеличивается количество случаев в районах. Необходимо обратить внимание, что сегодня в стационарах лечения получают 6,9% больных, в амбулаторных условиях 93,1%. Контроль за амбулаторными больными осуществляется на уровне поликлинического звена регулярно и достаточно часто возникают ситуации, при которых амбулаторные больные при ухудшении состояния переводятся в стационарное учреждение. За сутки у нас в Республике продолжают выздоравливать люди, так как был достаточно высокий показатель выявления, то сегодня наши медики выздоровели 4085 человек. У большинства пока заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания, что обуславливается и соответствующая вакцинация, и особенности штамма. Но необходимо обратить внимание на то, что на территории Республики продолжает действовать два штамма коронавирусной инфекции. Это более серьезный штамм, это Дельта-шлатам и Омикро. Их соотношение, по данному управления Роспотребнадзора, находится в соотношении 30-70. При этом необходимо обратить внимание, что Дельта более жесткий штамм, и прежде всего она касается и бьет по невакцинированным лицам старшего поколения. Большинство из лиц, которые сегодня у нас находятся в тяжелом состоянии, это в основном те, у кого фиксируется Дельта. При этом достаточно сложно она и лечится, и достаточно сложно выходит человек из-за вылечивания процедуры достаточно сложная. Все ресурсы для этого сегодня в Республике есть, и врачи борются, безусловно, за жизнь этих людей. Первым компонентом сегодня у Республики привито 589 266 человек. Это 82,2% от взрослого населения Республики. Ревакцинацию у нас прошли 58% от того количества лиц, для которых срок ревакцинации наступил. Медики сегодня констатируют факт того, что лишь только полностью вакцинированный, в последующем ревакцинированный через полгода человек, он защищен от заболевания, значит, с точки зрения, как для кого-то при слабом иммунитете, легкого его протечения заболевания, либо нефиксации и заболевания вирусом вообще. Сегодня для нас очень важным является ситуация, в которой отслеживание больных, которые находятся у нас в стационарах, особенно тяжелых больных, к сожалению, их количество не уменьшается. Поэтому сегодня врачи работают как с вирусом Дельта, так и с вирусом Омикрон. В связи с этим при все-таки острых респираторных заболеваниях, при признаках заболевания, сегодня необходимо в обязательном порядке иметь консультацию врачей. Нами принято решение о том, что функцию, которую должен выполнять непосредственно выездной амбулаторный центр в Триумфе, эта функция на настоящий момент, исходя из количества больниц, не является актуальной. В связи с этим, соответственно, прием больных там не будет осуществляться с 19 числа. А все поликлиники настроены и продумали маршрутизацию для того, чтобы работать с населением, которое обращается. Ну и, конечно же, желаем всем здоровья.